Перечисляю деньги с TransferGo лично и очень рекомендую вам главный офис Великобритании. Быстро, безопасно, надежно. Смешная комиссия. Внимание, теперь первый перевод по ссылке не просто абсолютно бесплатный. Вы получите 10 английских фунтов на свой банковский счет. Всем привет, ребят. Ну что, за моей спиной вы видите красотищу. Это мой новый трак. Я вам расскажу подробно о компании. Да, это связано с заменой компании. Да, опять, кому интересно, или снова, как вам угодно. Все вам расскажу, покажу, но на данный момент хочу вам показать машину. Это шикарная тачка. Мне очень нравится. Я чуть-чуть на ней прокатился уже. Мне ее давали на ней было меньше тысячи километров. Потом я уехал в вынужденный рейс, поскольку я должен был отработать две недели на своей прошлой компании. Когда я вернулся, мне ее отдали уже 13 тысяч спустя две недели. Ну, две с половиной, пока я там документы делал разные. Ну, и остальное уже мое, что я накатал на ней. Буквально я на ней прокатился там меньше двух недель. И отдал ее на сервис. Сейчас вы видите, вот, например, я вам покажу, где я стою. Это сервис. Я вам расскажу, что была за проблема. Проблема была с электроникой. Меня убеждают, что ее сделали, и больше проблем нет. Но сейчас вот такой вот у меня трак. Такая красотуля после сервиса. Спасибо, ее помыли спереди, а сзади нет. Здесь у нас также аэродинамические юбки. Красиво машинка смотрится. Естественно, здесь у нас Мишлен, вот с таким протектором. Ну, о чем говорить, ребят. Новая машина, да, я говорю, я ее взял. Считайте, новую. За это время мне накатали 13 тысяч. Сейчас я вам покажу, что здесь еще под капотом. И потом пойдем вовнутрь уже. Открывается капот так, как это было на Кенворте. То есть уже не как на Вольво снутри, а как на Кенворте. Отсюда вот здесь поддергивается. То есть ничего здесь сложного, конечно, нет. Но, тем не менее, чуть по-другому. Из-за того, что есть бампер, естественно, его сначала нужно убрать. Это мусс-бампер называется. То есть он хороший. И, не дай бог, сбивать животное, то он должен защитить. Здесь он открывается просто легко нажатием кнопочки. Вот так выглядит мой моторчик. На самом деле, да, вам видно, что все абсолютно новое, классное. Хотя я вам сейчас покажу, зайду внутри. Уже 20 тысяч километров я на нем проехал. 22 800, как я вам говорил, я взял его, было 13 200. Я вам все покажу своим постоянным зрителям, как я его взял, как я выезжал в первый рейс. То есть вы увидите вот эти, сколько там, 9 тысяч, да, 9 с половиной. Это я проехал за 10 дней. Вот такой трак, ребят, первое, первое вам, первый взгляд в салон. Я думаю, вам понравится. Очень классно. Кожаное сиденье. Все очень классно и удобно. Поскольку я оставлял его на сервисе, я закрыл шторы, обычно этого не делаю. Будем заводить. Закрою вон дверь. Трак простоял, я его отдал в пятницу, сегодня воскресенье, два дня. На ремонте у меня была небольшая проблема. Что-то было с электроникой, у меня выключался сам круиз-контроль. У меня загорался АБС, загорался тракшн-контроль постоянно. Учитывая то, что сейчас очень много постоянно снег, лед на дороге, то все это некомфортно. Скорость постоянно перепадала. Да, это сразу же можно отнести к тому, что новый трак, его, естественно, сделали по гарантии. Проблем никаких не было. Прежде чем пойдем в спалку, покажу вам немножечко здесь. И сразу хочу вам показать, что мне очень нравится, знаете что? Что Volvo только здесь, вы видели, я ездил, да, скромненькая панель. В таком роде, но как стареет, все желтое. Ну вот, по крайней мере, на которой я ездил, да, насчитала с 18-го года. То есть все скромнее. Здесь все уже красивее. У нас здесь на руле управление. Так же самое, то есть здесь все очень удобно. Вы спокойно переключаете все, что вам нужно. А в Кенворте, вы видели, я ездил на тех Кенвортах. Там было много вот таких датчиков разных, всевозможных. Фредлайнер решил пойти умным путем. Он забрал самое интересное с панели, забрал датчики с Кенворта. И при этом оставил все кнопочки. И оставил вот такую прекрасную панель, на которой можно абсолютно что угодно вам настраивать, смотреть и так далее, и так далее. Все, что вы хотите. Сделал что-то такое, как современное. И оставил эти круглые датчики, как любят американцы. Второе сидение такое же. Я захожу с той стороны здесь. Я вам показывал. У меня там коврик, который для обуви. Не буду вам в этот раз рассказывать кнопки. Всегда найдется кто-то, кто будет придираться к словам. Кому интересно, погуглите. Все стандартно. Я не могу здесь ничего найти такого, чего бы не было на другом траке. Поэтому я не хочу заострять на этом внимание. Единственное, что покажу, вот здесь, вот, это у нас переключение передач. Как будто бы вот здесь вы включаете или свет, или дворники, да, но это здесь у вас переключение передач. То есть нейтралка, вперед-назад, также переключение мануал или автомат. И переключение, это экономичный режим или перфоманс, как, типа, более приемистей становится машина. Умнейшая коробка хватает раньше, чем 105, когда на круизе 105. Смотрите, я ничего не делаю. Все. 106 она переключилась, 105 она уже схватила и едет. Я такого пока ни на одном траке не видел. Ну и все. Здесь, в принципе, все остальное абсолютно так же, как на любой другой машине. Что еще немножко дико для меня, включается свет. А чтобы включить противотуманки, нужно потянуть на себя. Вот таким образом. То есть я бы, наверное, сам бы не додумался, если бы мне не подсказал товарищ. На этом по салону все. Посмотрите, обзор какой у водителя. Очень хорошо, я вам скажу. Все очень прекрасно. Дворники у меня уже зимние лежат. Надо их будет поменять. Что мне не нравится здесь, если мы сравним с Volvo, на которой я предыдущие разы ездил, то это более-менее маленькие зеркала. То есть зеркала мне бы, конечно, хотелось побольше. На Volvo они побольше. И я, в принципе, привык к этому. Вот как брат-близнец стоит. Вот спереди вот так же у меня машина выглядит. Вся в хроме. Зеркала передние, накапотные. Зеркала основные. Все такое вот в хроме. Нормальные ручки человеческие. Не то, что там, как в Вольвер, да, тут такой пиптик был. То есть нормальные человеческие ручки. Я не говорю, что в Вольво хуже. Нет, мне Вольво очень нравилось. Но за счет того, что эта машина новая, я просто в восторге. Я вам покажу спалку. Ну что, смотрите. Такой видок. Ящики. То есть ящики. Вот чайник мой. Достаточно тоже вместительные. Здесь прям огромная куча места. Куда можно завалить ее разным хламом. Что, собственно, я и сделал. Здесь у нас... Ну здесь я документы оставляю. Здесь тоже ящик. Они достаточно... Ящики достаточно большие. Ну реально большие ящики. И что мне нравится еще удобно. Посмотрите. Если бы человек еще наверху спал, то верхние полочки сделаны ровно с такими бортиками. То есть как бы для того, кто будет спать сверху. Точно так же, как и с этой стороны. Понятно же, что есть шторы, которые закрывают отдельно спалку. Также есть шторы, которые закрывают сами окна. Освещение здесь шикарное. Освещение я вам покажу вот так вот. Освещение, то есть как днем. Очень классные лампы. Коврик, который я переношу из машины в машину. И вот, собственно, вот такая вот каскадия. Большой диван. Это твин матрас. Чтобы вы понимали. Холодильник. Здесь микроволновка. Новая микроволновка. Здесь холодильник. Холодильник тоже с такими бортиками. То есть это пространство можно использовать как стол. Есть отдельный столик, я вам покажу. Здесь у нас еще такой ящичек. Над холодильником. И вот здесь уже сам холодильник. Холодильник широкий и глубокий. Я беру свой стандартный набор продуктов. И это все помещается. Здесь морозилка. Морозилка, конечно, против Вольвы ни о чем. Очень маленькая. Но, как и там, я здесь держу только там, может быть, масло. Может быть, то есть, в принципе, и той хватает. Я говорил, что Вольва она очень большая. Такие дверки. Закрывается. Все хорошо. Естественно, никогда он тут не открывается. С другой стороны у нас шкаф. Вот здесь у меня кое-какие вещи валяются. Достаточно большой вместительный шкаф. В общем, здесь еще один шкафчик есть такой под низом. Эта штука не открывается. Два окна по бокам, которые, естественно, добавляют света дневного, что очень даже приятно. И здесь верхняя спалка открывается. Наверху есть лестница. Я ее еще ни разу не открывал. Ну и что здесь очень интересно еще. Здесь открывается кровать. Поднимается кровать. Вот здесь печка маслает. И у меня отсюда тоже доступ есть как из улицы, так и отсюда в эти боковушки. Так же самое, как внизу. Вот это все огромное место. Смотрите, на 36 бутылок вода. Она сколько занимает. В общем, ребят, такой трак. Очень даже классный, офигенная машина. Самое большое достоинство, то, что она новая. За компанию, за свои новые рейсы, за свою новую фирму, за новые оплаты. Почему ушел, почему пришел. Все, все это для своих зрителей, конечно же, я расскажу. Сейчас, если вам понравился этот фредлайнер, этот трак. Классный американский трак. Нажимайте. Это не был подробный обзор фредлайнера. Я вам показал, как он выглядит снаружи, как он выглядит снутри. Так, ну что, ребят. Перформанс от нуля до сотни. Проверяем разгон. Поехали. Это педаль в пол. Коробка автомат. На режиме перформанс. Ну вот сотни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин